вот друзья комплекс где живут наши новички неплохо неплохо я вам скажу живут наши новички как бы чувствуется в приличном месте вот они тут собачками я так понял что выбор комплекса был обусловлен именно наличием собачек и на самом деле выбор комплекса был обусловлен их математикой кто диму не посчитал тот и выиграл что не посчитал диму нам не посчитали диму как человека и потому что маленький до разрешили поселиться в однокомнатной так что соответственно ну долларов 400 экономии для нас так и что в итоге получилось ван бедром почем ван бедром 2 200 там с чем ну то есть это хороший ван бедром да нет 2 200 смысле тысяч месяц да сам он где-то 650 квадратных а то есть он не очень большой нет не гигантский так ну пошли это у вас главный вход так идем так почтовые ящики да это почтовые или что нет это какие-то штуки не знаю что это такое ну там с именами ага носик изучи вы видите тут какие-то имена и вот кодовый замок очень интересно пытаемся зайти с другой стороны вот так выглядит жилье справа у них паркинг крытый а наверху спортивная площадка я так понимаю да что там наверху над паркингом что именно все мы сюда тут не дошли а народу много в комплекс так он большим но я так вот округлю несколько сотен человек он большой ну хорошо то есть мы не знаем точно нет не скажу так а вы говорили тут есть более дорогие за квартиры да вот это вот домики они старой постройки а туда подальше там есть новые постройки дома которым там меньше десяти лет они сдаются уже на тысячу дороже тут и есть желающие как бы ну наверное да там занято но там получается там по сути те домики вот такие то есть ты вот живешь на стоянке люди приезжают ставят машину тебе под окна так как гостиничного типа не знаю как-то вот мотельного так я понял то есть вы за меньше денег и прикольнее так как собачка-то освоилась на месте ну собачка у нас перелетная да она с женой летала она и в сочи была и в адлере и в крыму так и бассейн тут можно посидеть вы пользуетесь бассейном мы в последнее время нет что-то холодновато люди плавают но отапливается нет отапливается тот маленький джакузи так здесь есть вот этот большой еще есть два маленьких они не отапливаются но в принципе в этом вода теплая после обеда так ну давайте я попробую рукой чем мы так ходим-ходим друзья пробуем воду рукой ой да она теплая она градусов не знаю 22 на 24 очень теплая это сейчас где-то к 11 утра теплая водичка для теплейшая за деньги так не нагревать так а вот джакузи вредно для мужиков там сидеть вот там не 50 там она теплая но это не кипяток да хорошо а это вот так лубная часть через которые вы пытались зайти с той стороны так куда теперь налево налево улица не шумит потому ли шубы слева да просто машины нет так чисто внешне мне это напоминает какой-нибудь мексиканский курорт а очень похоже на турцию только без уголовок люди сами приходят готовить турецкие варианты друзья понятно я в турции не был далеко до белки 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 собачка разволновалась разволновалась туда не скачут так а то прям балкончики вот так залезай кому делать нечего ну в принципе ну территория закрытая то есть сюда не зайдешь просто так но тут интересно получается конечно иногда вроде бы как не зайдешь и не выйдешь а с другой стороны иногда проезжаешь мимо и ворота второй день открыты это нормальное дело просто не работает задумано закрыть и не работает кто друзья вот они вот они новые иммигранты на американских балконах так сейчас мы к ним придем туда так они шикарно там смотрятся как в турции были в турции все идем смотреть вот он друзья лифт что-то гостиничная здесь есть в этом во всем вот либо в любом апартном комплексе есть что-то от гостиницы лифт высокий наверно да как апарт-отель это на каждом этаже сейчас библикать да окей все друзья вы слышите вы как будто с нами вместе идете в гости так здравствуйте здравствуйте хозяева так давайте где дом или сюда еще где дом там так там у вас природа хорошо и там природа нет природа здесь так где ой у них тут гнездо с птичкой а вы еще и кормите но она вас не боится птичка так вам тоже тоже по-русски научилась птичка то так ходите вы свой босиком тут так ладно я тоже могу разбосящит а это еще я понял это еще не квартира это общий коридор друзья это коммунальная все с картинкой а вот тут уже они живут вот эта дверь вот это вот если хочешь так зайти вот так стучишь железякой вот так живут люди в америке без звонков железяками стучат так ну что у нас тут накрыт стол американский чай торты булочки боже боже поэтому все и поправляются тут поправлялись нет нормально держитесь держимся так хорошо значит кухонька такая на одну хозяйку до так получается ауду удобного тогда вот плита тут кран водичка сзади что видно что в комнате что дети делают так хорошо холодильник у нас видите планер у нас там на всех расписание так тут у нас камин газовый а чё с утра то полите от него прикурить удобно если что я понимаю залез туда лицом и все так вот у нас балкон а из этого балкона только что нас приветствую пусть так а тут это коврики выпустили ли из москвы привезли это нам здесь добрые люди да 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 я помню эту историю вы на фейсбуке смотрите как вы на фейсбуке написали у вас тут гоночные какой-то да я на нем езжу на занятия так тоже подарили чем занимаетесь учу английский так но велосипед способствует но быстро доехать до этого чуя на место у нас видите какой для собачки вот такое местечко хорошо делька это знакомая как я не пойму что это какие-то плоды тут знакомые на этом дереве сейчас нам нам зрители скажут на зритель знаете такой образованный про любое дерево что-нибудь скажут ладно так начну нам главное перспективу перспективу и вот там другие люди так никто на балкона этот барбекю не делает есть такое разрешается ну хорошо это хорошо это здесь не а может так съесть выпить вот так чтобы стать так ну вот здесь серёжа занимается делает уроки домашнее задание он берет столик и вот здесь закрывается и идет ко мне что изучает он у вас тут домашнее задание что вы задаете у вас там у нас там понял не то что он где-то там нет это вот у вас это дашина место это дальше здесь делает уроки да ты даша в каком же ты классе детка да ты что ты прямо как наша моя внучка саша а тебе сколько лет мне 10 будет ага значит саша на год старший почти ладно понял здесь смотрите нет люстр друзья об ужасах америке друзья часто спрашивают расскажите о кошмарах так как же вы справляетесь такую лампу так ну чё можно жить можно в бассейн ходишь так в школе дружбаны есть у тебя мальчики девочки как вы на каком языке вы с ними общаетесь шалайши шалабала так ну можно нормально справляйтесь слушай а что там что-то проходит дети вот изучают что-то да ну только у нас так давай папка на застежке папка так друзья это ждет ваших детей так папка на застежке их ждет покажите вашим детям это там такой бандер артфель это у меня не вмещаться вот у нас домашние задания вот это дневник окей не сапога большой да вот такого дневник вот это листочек поведения вы здесь родители расписываются я и мы получаем деньги вот так вот ну виртуальны так вот не доллар кто хорошо себя вел тот получил 60 долларов потом какую-то часть из этих долларов заплатил за аренду парты парты да что сложно если она вот будет плохо себя вести она может выйти в минус и не сможет платить за аренду так нельзя так вот это домашнее задание на листочках но вот таких листочках она приходит и математикой и русским где вот сюда она их вкладывает никаких тяжелых портфелей как в россии нет а носили тяжелый портфель мы носили портфель и носила я за нее потому что был очень тяжелый портфель у нас есть вот такие вот она когда заканчивается месяц можно решать вот такие типы кроссвордов и каждый вот окончании месяца она есть ну подожди так все-таки с английским то как вот как как ты учишься если не все понятно не очень я постой постой ты в эсэл классе или в обычном нет в обычном кладке вот оказалось что в этой школе если вы нет понял будет дополнительное занятие там 20 минут по утрам ага зачем новичков но это даже лучше когда в обычном классе я считаю как то так вот что на доске пишут а на циферке понимают все говорят слова непонятно но скажет человек русских на всю школу на всю школу ладно в классе одна скажи пожалуйста вот сколько ты уже в школу ходишь три недели так значит за эти три недели можно сказать что ты лучше стала понимать ну да чуть-чуть то есть растет у нас есть такие уроки когда другой класс к нам приходит мы изучаем ну как бы занимаемся истории всякие там и мне помогает русский мальчик тигран он тут неподалеку живет вот говорит по-русски да откуда он сам не из россии да не из россии у него просто по имени кто-то восточный нет тиграны тигран армянское да наверно армянин хороший приятный мальчик у него просто разговаривают на русском родители и поэтому они как бы заставляют его дома тоже разговаривать вас не заставлять вообще родной язык забыть так у нас тут тоже в этих апартаментах живет русская девочка мысли я только недавно встретили в школе я тут с балкона с девочками разговариваю все отлично пошли изучаем дальше так это у вас можно сказать дайнинг это у вас ливень это здесь дальше спит это даже даже собачка придашь и я понял так девчачье место так это вот можно сказать не просчитанный привет не просчитанной администрации не ученый не учтенный при ты скажи привет 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 ничего хотя бы не плачет уже хорошо бывает смотрит смотрит и заплачет да вы что значит тут у нас спальня невеличко это вам все надарили да а вот это вот для бэбика тоже надарили до кроватку и одеяло все это нам подарили диван когда нам подарили мы думаем а как же мы довезем подошла женщина пошла к своему соседу с американцем договорилась так он стал хай сейчас поможем и привез нам потом вы теперь вы знаете у кого есть страх пошли смотреть вот эту маленькую дверь какая-то такая узенькая дверь а ванна где зажигай свет зажигай зажигай свет а то подумают что вы в темноте моетесь так ну что ванна не большая но для человеческого это сказать тел а вы что вы туда прямо наливаетесь тоже да да у нас дима там плавает ооо для маленький душе нельзя взять и собаку помыть нельзя взять и дима помыть хотите вас научу купите за трешку шланг ну вот мы и и можете его прикрутить сюда но вот мы еще не до этого не додумали вот вам такой лайфхак зеркало создает ощущение большого объема но покажите так немножко глубину давайте глянем что в шкафу да что в шкафах ну не безумно глубокий но длинный и с полками а это вы свои полочки поставили черные органайзер так называемый да но тут зачем-то вот это вот поставили я не понял а как-то забраться а из другого шкафа да это очень интересный только мы вот эту стену сюда поставили все понял ну что значит у вас вещи не набросаны хорошо так с другой стороны видно что место еще есть вас и вас еще не за кидали всякими подарками не будем забарахляться нам нравится как у нас есть еще один шкаф где при входе так друзья мы отправляемся смотреть за что людям приходится платить состояния такие так почему такая квартира стоило бы в москве где-нибудь с бассейном и ну пальм там я бы не настаиваем но вот здесь у вас тут storage walk-in closet называется ну мы еще называем это как кладо каптёрка 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 это каптёрка друзья у американцев называется walk-in closet то есть такой кресло на мой велосипед для димы вот это детская креслица так тут у вас слушать а это тоже вам подарили для обуви да она этому надо кто-то выставил а мы забрали это правильно друзья можно жить можно собачий домик это мы с ним прием да да у вас еще есть много множество такого пространства которое можно чем-то заполнить у